Казахстан сумел соединить финансовые интересы Ирана и Таджикистана. Через наше государство Душанбе проложит торговый путь в Тегеран. Ранее в экономических отношениях двух стран появились временные трудности из-за нерешенных вопросов Таджикистана с Туркменистаном. В ходе затянувшегося конфликта в числе жертв оказались иранские предприниматели и потребители. Как же Казахстан сумел сработать по схеме «третий не лишний» расскажет Юлия Агнатюк. На протяжении полугода Туркменистан не пропускает через территорию своей страны таджикские грузовые машины, следующие в Иран. В связи с этим республика вынуждена искать альтернативные пути. На помощь пришел Казахстан, разрешив воспользоваться дорожной инфраструктурой своей страны. Вне торговых интересов Таджикистана в один момент оказались сразу два наиболее привлекательных региона – Закавказье и Иран. Причина временного затишья не в деловых ссорах партнеров, а в неразрешенных вопросах Ашхабада и Душанбе. Туркменистан с августа прошлого года запретил транзит таджикских грузовых фур и железнодорожных вагонов по своей территории. Сотни фур таджикских грузоперевозчиков проставили на Ирано-туркменской границе, а власти не разъясняли причины запрета. Этот конфликт, что называется, просто повис в воздухе. Решений не было, а проблемы нарастали. И страдал Иран. Контракты срывались. Никто не хотел иметь дело со сделкой, не будучи уверенным в ее успешности. И пока два государства спорили, вопрос решило третье. Казахстан просто взял и решил проблему. Легко и просто. Грузоперевозчики могут воспользоваться портом Актау. Это вынужденный, но альтернативный путь, который сможет, если не решить, то безболезненно дождаться решения затянувшейся проблемы. Альтернативный маршрут по сравнению с дорогой через Туркменистан оказался более протяженным. Но казахстанцы предоставили 50-процентные скидки. Ведь с километрами увеличивается литраж расходного топлива, а также количество пересекаемых таможенных пунктов. Иран в какой-то мере поддержал благородную инициативу Казахстана в помощи Таджикистану и предложил Душамбе аренду участка на территории морского порта Чубахор. Это предложение Ирана касается стран региона, не имеющих выхода к морю. У порта есть выход к Индийскому океану, что делает его перспективным. Его строительство началось недавно, однако в будущем он будет полезен многим государствам. Поэтому и Казахстан, и Иран заинтересованы в развитии деловых кругов и всегда стараются минимизировать финансовые конфликты и риски всеми возможными способами и путями. С начала пограничного спора Ашхабада и Душамбе многие иранские компании ощутили конфликт на Сибири. В первый же день введения запрета на границе с Ираном скопились 25 фур. Грузовики из других стран пограничники пропускают свободно. По мнению аналитиков, туркменский демарш может быть связан с затянувшейся стройкой таджикской железной дороги, которая должна связывать страны через Афганистан. Подключение к вопросу Казахстана со временем сможет нейтрализовать спор или помочь сторонам сесть, наконец, за стол переговоров.